Уважаемые коллеги, заявленная проблема находится на стыке между онкологом, молекулярным генетиком, цитологом и морфологом. Ведь ежедневно у большого количества пациентов удаляются образцы опухоли, биологические смывы, любая биологическая жидкость. В большинстве случаев эти образцы фиксируются формалином, после чего они проводятся в спиртах восходящей плотности, заключаются в парафин. Они заключаются в парафин, с них выполняются срезы, а потом они десятилетиями лежат в архивах патологоантомических отделений. По этой причине они получили название «архивные ткани». Благодаря использованию архивных тканей в фундаментальных использовании, этих тканей в фундаментальных исследованиях привело к открытию новых возможностей, в частности в таргетной терапии злокачественных новообразований. Цель при аналитическом этапе молекулярных исследований проста – донести в неизменном виде нуклеиновые кислоты от пациента к молекулярному генетику для того, чтобы врач-онколог назначил адекватную таргетную терапию. Самое простое – это заключить этот образец, залить его жидким азотом и выполнить диссекцию с него. Однако диссекция прецизионностью будет невысокая, и есть большие сложности. Сам процесс сам по себе весьма трудоемкий. Гораздо проще все залить в формалин, после чего выполнить проводку, выполнить тонкие качественные срезы. Тонкие срезы позволяют выполнить прецизионную точную микродиссекцию, и при этом будет достигнут хороший результат. Но все эти действия приводят к тому, что деградируют РНК и ДНК, и только успехи генетиков в том, что появились возможности в конце 80-х годов извлечь эти молекулы, поскольку образуются метиленовые мостики в нуклеиновых кислотах. Это послужило запуском большому количеству исследований непосредственно в рутинной диагностике. Нужно обозначить, что есть ситуации, существует материал, который изначально не пригоден для молекулярного анализа. Любой материал, который прошел воздействие агрессивными кислотами, не подлежит к молекулярному исследованию. Другое дело, если мы имеем дело с мазками-отпечатками образцов тканей, полученных при биопсии метастазов в кости. Этот материал пригоден. Материал, который прошел обработку кислотами, не пригоден. Другое дело, что появились новые реактивы, которые бескислотные, и возможно, это открывает новые возможности использования данной группы материалов. Процессы аутолиза разрушают нуклеиновые кислоты с момента перевязки питающих артерий. Тот период, когда объект находится в организме человека после перевязки, при температуре 37 градусов, получил название время тепловой ишемии. И мы никаким образом не можем повлиять на продолжительность этого этапа. Это напрямую связано с способностями хирурга. В норме, не в норме, а вот допустимый коридор для ткани легкого составляет около часа. Для других нозологических единиц он несколько отличается. Другое дело, время до фиксации формалином. Мы произносим красивые речи о том, как все должно быть правильно и должно соответствовать мировым стандартам. Но, если быть честным, препараты фиксируются формалином с весьма выраженной задержкой. Это факт, это действительность, мы должны смириться. Допустим, в крупных учреждениях эта проблема решена. Но мы же несем ответственность за регионы, которые присылают препараты для исследования нам. И мы это тоже необходимо учитывать и информировать, что это может повлиять на сохранность нуклеиновых кислот. ДНК сохранится, но материал для РНК-исследований может оказаться непригодным. Вся морфология стоит на 4-процентном растворе формальдегида. Развитие морфологии невозможно без использования данного реактива. Он эффективно фиксирует ткани, предотвращает аутолиз. Однако скорость проникновения у него неравномерная. Биопсии хорошо фиксируются, однако на большей глубине он замедляет свое воздействие. Другое дело, что 200 лет использования этого реактива не привели к созданию унифицированной универсальной системы его использования, стандарта использования. Есть ориентировочно какие-то пожелания, сколько он должен находиться, с какой концентрацией, разведением. Но это в каждой клинической ситуации по-своему. В публикации 2008 года было продемонстрировано, что длительная проводка ткани приводит к лучшему качеству РНК. Таким образом, если проводка выполнена недолжным образом, это приводит к гидролизу в опухолевых клетках и разрушаются в первую очередь структуры РНК как наиболее чувствительные. Если мы говорим о рутинной диагностике, пока это не имеет никакого значения, потому что основные молекулярные маркеры тропной, таргетной терапии, это в первую очередь ДНК-тесты. Но если говорить о молекулярных классификациях ракомолочной железы, то сейчас, например, по нашему опыту, часть материала нашего архива, неонкологии, казались непригодными, когда они стали исследоваться в зарубежных лабораториях в ряде исследований, они уже непригодны. Понимаете, то, что мы делаем сегодня, через 10 лет, это просто невостребованный материал. Он может быть уже сейчас испорчен, и через 10 лет мы не сможем им воспользоваться. Не мы сами, те, кто будет после нас, то есть все последующие, кто будут участвовать в клинических исследованиях. Тип микродиссекции. Ответственный этап. Любая ткань – это трехмерная гетерогенная структура, которая содержит опухолевые клетки, стромальные элементы, клетки крови. Задача проста. Необходимо прецизионно взять опухолевые клетки и предотвратить контоминацию неопухолевыми элементами. Это можно выполнить ручным способом, можно выполнить лазерную микродиссекцию при помощи соответствующего оборудования. Для проведения ручной микродиссекции необходимо наличие лезвия, головы и стекла с неокрашенным микропрепаратом. После чего морфолог анализирует микропрепарат, выбирает зону с максимальной опухолевой клеточностью, в данном случае она процентов 90, и с неокрашенного среза интересуемую зону соскабливает лезвие. Другое дело, он может выполнить, извлечь из общего массива интересующего участок. Уважаемые коллеги, для того, чтобы сделать мультиблок, необязательно иметь очень дорогое оборудование, достаточно иметь одноразовый панчер для дерматобиопсии, который стоит 50 рублей, и вы можете творить мультиблоки самостоятельно на Алиэкспрессе за 10 долларов. Другое дело, соотношение опухолевых и неплохо опухолевых элементов в исходном блоке. Какое количество должно быть? Обратите внимание, мы с этим сталкиваемся регулярно. Как минимум, 3 человека в лаборатории онкологии занимаются микродиссекцией, независимо друг от друга. Каждый из них сталкивается с тем, что достаточно ли материала в этом биоптате. И мы обращаемся друг к другу, переспрашивая, уточняя, как ты считаешь, будет ли конечный результат генетика достоверный, если туда попадут одни стромальные элементы. И по мнению разных авторов, если говорить, например, о цитологии, достаточно 40 опухолевых клеток, более чем достаточно. В любом случае, если у нас соотношение неопухолевых элементов высоко, мы должны уведомить генетика в первую очередь о том, что количество опухолевых клеток невелико. В этом случае они применяют обогащающие методики и получают и приходят к достоверному результату. Если мы обратимся к рекомендациям руководства американского общества в качестве примера, потому что рак легкого, он сейчас авангард в молекулярном анализе, исследуют статусы GFR и уже разработаны международным сообществом рекомендации. В том числе, вот, например, тесты выполняют пациентом с аденокарциномой легкого. То есть тот, кто выполняет микродиссекцию, должен произвести консультацию материала и оценить, что там действительно имеет место быть аденокарцином. Вот. В любом случае, если... А если я вижу, что там плоскоклещенный рак? Или мой коллега вижу, что там плоскоклещенный рак? Формально я же не могу позвонить в СОФ и сказать, что там происходит. Вот. Что делать в этой ситуации? Да, мы направляем на исследование, они получают негативный результат. После этого из регионов звонят онкологи и говорят, мы послали 20 случаев, нет ни одной мутации GFR. Чем это связано? Мы что-то делаем не так или что-то не то? Здесь сложная проблема, но этот компонент, он в этом все равно присутствует. Другое дело, что... Вот, в продолжении этой темы. Если аденокарцинома не может быть полностью исключена в низкодифференцированной карциноме, в биоптате, этот материал тоже должен быть послан на молекулярный анализ. Обратите внимание, на первый взгляд опухоль имеет одинаковое сравнение. Два биоптата легкого с очагами низкодифференцированной карциномы, но с противоположным иммунофенотипом. В одном случае аденокарцинома, в другом плоскоклеточный рак, и в том и в другом случае мы должны выполнить микродиссекцию с целью дальнейшего генетического анализа. Материал из первичной опухоли и метастаза одинаково пригоден для исследования. Вот, например, рак легкого не всегда у пациентов выявляется первичная опухоль, они обращаются по поводу, например, как в данном случае, мужчина 36 лет с опухолью мягких тканей бедра. Ему была выполнена биопсия, выполнен иммуногистохимический анализ в нашем отделении, был выявлен метастаз аденокарциномы легкого, и когда он поступил для лечения, он уже имел верифицированный GFR-статус. Если мы говорим, сколько клеток достаточно, вот данный случай. Биопсия, она где-то 3 мм, и единичный фокус, тут порядка 20 клеток. Этого достаточно для проведения молекулярного анализа. Обязательный реверанс в сторону наших цитологов. Маски отпечатки удаленной опухоли должны быть использованы для определения GFR. Я вообще считаю, что большое количество служит с обработкой морфологического, гистологического материала. Вся диагностика, в первую очередь, должна быть ориентирована на использование цитологических мазков отпечатков. Их просто получить, опухолевые клетки есть, никаких проблем нет, только присылайте. Моя искренняя убежденность, что есть определенная доля инертности. Таракальным онкологам это где-то далеко, с морфологами они хотя бы уже как-то познакомились, потому что жизнь заставляет, а где цитологи, это просто космические люди. Как выглядит микродиссекция? Микродиссекция цитологического препарата. Схема приблизительно такая же. Вот микропрепарат, выделяется зона и производится микродиссекция. Конечно, возможно, прецизионность чуть ниже, но она достаточная для проведения адекватного морфологического диагноза. Селл-блок – идеальный вариант, причем проведено исследование в 2009 году. Необходимо всего 40 клеток для проведения достоверного анализа. Уважаемые коллеги, кто-то из нас в центре, кто-то в регионах. Для проведения теста нужен один блок, одно стекло. Нет необходимости слать огромный полиэтиленовый пакет, в котором находится материал 10 операций. Нужен один блок, одно стекло. Других пожеланий и замечаний в этом отношении нет. Спасибо за внимание. Вопросы? Комментарии? Если вопросы... А, пожалуйста. Очень короткие комментарии, которые Александр Ильич поставил, они, в общем-то, тем, кто занимается практическими вопросами, с этим встречаются. И не кажется ли вам, что одной из самых существенных проблем является проблема организационная, когда мы шьем пиджак в разных учреждениях? Потому что первичная диагностика в одном учреждении на молекулярную генетику идет в вашем направлении и все равно через вас, потому что тот, кто занимается молекулярной генетикой, не понимает ничего в микродиссекции и не подбирает этот материал. Ему, по большому счету, наплевать. Является это цитология и гистология, и правильный парафин, и неправильный парафин. Мне кажется, что проблема в этом. Мы не заинтересованы, не несем ответственность за последующую ИГФР-реакцию. Нам принесли низкодифференцированную опухоль, мы ее подтвердили, сказали, что все, иди, потому что у нас без этого много работы. Сергей Леонидович, в России ситуация выглядит несколько иным способом, потому что она вызрела, и, по крайней мере, в пределах Российской Федерации существует ресурс «канцер-геном». То есть здесь произошло слияние фарм-представителей, потому что они не могли преодолеть внутреннюю инертность системы. Они были в этом заинтересованы, в этом появилась заинтересованность у онкологов, поскольку это позволяло бы использовать таргетные лекарства в практике и соответствующие молекулярные лаборатории, которым это тоже было необходимо для их собственного развития, для реализации их потенциала. И по этой причине данная проблема вышла за область медицины, и, по сути, это интегральный ресурс, который создавался как ресурс для создания логистических потоков, для молекулярного анализа рака легкого. Но там теперь уже только пошлите блок бесплатно, вам позвонят, куда подъехать, забрать его. Коллеги, у нас время. Вот. Спасибо. Спасибо.